Всем привет! С вами я, Светанка, и в этом видео будет отзор на щётку Xiaomi. Получила эту щётку я на свой день рождения, и вот уже как 5 месяцев я ей каждый день пользуюсь. А сейчас хочу коротко рассказать о ней. Вот эту насадку мы можем вытащить. Есть разные виды насадок. Детские, взрослые. Вот эти ворсинки есть мягкие, а также жёсткие. Также хочу вам рассказать о том, что эта щётка водонепроницаемая. Вот такая вот коробочка. Открываем. И в ней находится ещё одна коробка. Вот. Вот так вот она выглядит. Затем мы открываем коробку. Есть специальные вот такие ползунки, за которые легко можно будет вытащить нашу щёточку. Сверху у нас находится защитный колпачок, который мы сейчас снимем. Открываем нашу щёточку дальше. Здесь вот ещё один ползуночек, за который мы можем вытянуть. В этой коробке у нас находится зарядное устройство, инструкция. Здесь китайская вилка. Но это не проблема, можно в любом магазине купить, переходить на европейскую вилку. Так, щёточку мы заряжаем вот так. Ставим её сюда. И всё. Никаких контактов, ничего здесь нету открытого. Всё, водонепроницаемая. А сейчас я вам расскажу о том, какие режимы здесь есть. Когда мы нажимаем на кнопку, и вот есть верхний режим, переключаем на средний режим и на самый низкий режим. А вот самый последний режим, я расскажу о нём чуть попозже. Так, и вот смотрите, когда вы приобрели эту щётку, если вы до этого не пользовались электрической щёткой, то вам лучше пользоваться вот на вот этом, в самом низком режиме. Первую неделю лучше пользоваться этим режимом. После первой недели вы можете перейти на средний режим. Средний режим это у нас вот эта кнопочка. Затем вы переходите на средний режим и также пользуетесь целую неделю средним режимом. И после того, как вы целую неделю отпользовались средним режимом, вы уже можете перейти на самый высокий режим. Вот. Вот эта кнопочка – это самый высокий режим. Самый нижний режим отвечает за чистку языка, чистку дёсен, а также за отбеливание зубов. А также хочу вам показать, который я уже купила, запасные щётки. Вот такой вот щёткой рекомендуется пользоваться три месяца и после трёх месяцев менять их. И вот две вот таких вот запакованные щёточки мне уже пришли. Ссылку на щётку Xionie и на вот такие вот запасочки я оставлю в описании. Также хотела вам сказать, что у этой щётки есть приложение. Затем заходим в наше приложение. Потом для этого нам нужно включить щётку, затем выключить и потянуть вниз для синхронизации данных. Загорелась кнопочка Bluetooth и идёт синхронизация данных. Так, ждём и смотрим, что у нас здесь. Так, здесь мы видим способ очистки. Зубной налёт и продолжительность чистки зубов. Аккумулятор, недавно я зарядила, 88%. И здесь мы видим нашу щётку, которую мне уже нужно заменить. У меня уже пришли новые щётки, поэтому я заменю. Можем войти в мой аккаунт, здесь заполнить свои данные, персональные настройки. Здесь мы можем выбрать продолжительность чистки. У меня стоит 2 минуты, я могу выбрать 2,5 минуты. Потом стоит у меня также предотвращение разбрызгивания. И сейчас у меня стоит усиленное отбеливание. После чистки зубов 30 секунд идёт отбеливание. Вот, мы также можем нажать на это и посмотреть, как правильно нужно нам щётку держать, сколько времени идёт отбеливание. Также у нас есть массаж дёсен. Также всё описано, всё расписано подробно. И чистка языка 10 секунд идёт. Нажимаем на истории и можем видеть дни, когда у нас чистка была, в какое время. Туда вот, если мы нажмём, то мы увидим здесь наши достижения. Всем, кому видео понравилось, ставим лайки. Кому видео не понравилось, ставим дизлайки. Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы электрической щёткой и какой. Всем пока, с вами была Светанка.